Чтобы игроки были с точки зрения физической формы и здоровья в порядке. Если стал чаще появляться в составе тактическими задачами, команда подходила к этому матчу. Но думаю, что каким бы ни был в запасу у Калери заявлено всего 6 футболистов. У Милана 11. Разница есть, сами понимаете. Но важной для 15-го тура была статистика, согласно которой Милан был лидером серии А по количеству подданных угловых. Но практически, на мой взгляд, ему не хватает резкости и чтения игры. Вот еще раз скажу, если Милан снышит, правда, в концовке неудачно распорядился мячом Стефан Эль-Шарави. Миксес. Когда я говорю, что пара Сапата Миксес. Хороший перехват. Сейчас Конте обыграть не удалось. Немыслимые траектории, рикошеты. И Амелия в последние годы Марио Балателли играл за Манчестер Сити. Правда, не был там основным нападающим и был такой выходящей фигурой. Правда, иногда, выходя, забивал важные мячи. В частности, даже вот в Лиге Чемпионов, помнится, в нынешнем розыгрыше. Но Сити там... Длинный пас вперед. Может быть, кому-то покажутся без блеска, без лоска. Даже над командами, которые внизу таблицы. Та же Сиена была 2-1 всего лишь обыграна. Умурок. А теперь уже Сау с мячом. Далеко отпустил от себя. И Миксес. Миксес. Попытка про Бейро. И удар поворотом нанес бразилец за работу. Но... Атаку может при случае поддержать. Вторая желтая карточка для Милана. И получает ее на этот раз центральный защитник Филипп Миксес. И так же, как в случае... Первый Даниэль Десцена. 23-й Виктор Сегундо и Барбо. 20-й Альбин Эгдаль. И 27-й Марко Сау. 4-3-1-2. Расстановка калери. Отель надел уже... На официальных основаниях. Конечно, я уже говорил, что выбор игроков у Аллегри гораздо шире, чем у Пульги и Диего Лопеса. И поэтому... Нельзя сказать, что Милан с каким-то кризисом кадровым столкнулся. Но есть травмированные, те, которые вполне могли бы сыграть как вариант. Хотя я уже говорил, что с приходом Болотелли у Паццини шансов не так много. Играть с первых минут. Ну и Миксес, по-моему, до углового доигрался. Нет, все-таки остался мяч в поле. Миксес с мячом. 11,5 минут сыгранного втором тайме. По-прежнему 1-0. Ботенк расположился в центре. Под нападающими. Вот в эти полторы минуты он в основном был именно в... Миксес. Учитывая его гол единственный на эту минуту. Половине поля. Но мне все-таки кажется, я не знаю как... А одна из немногих ошибок в обороне. Миксес. Удар такой на отмашь. Здесь Пизано. Первый. Игдаль с мячом. По штрафную Миксес на перехвате. Ибарбо. И удар поворотом. Еще одна замена. Напомню, есть у Аллегри. И на скамейке. Оттянулся. Назад. Или осадил штрафную соперника. И наконец-то создал реальный голевой момент. Я имею в виду удар Дышили. Ну а потом уже. Ануни сыграл в ничью с Наполи. И Милан может поронялся. Рубинио. Подача справа. Миксес. Головой. И удар поворотом. Начал на удачу просто прострелить. Миксес. Разумеется, все полевые игроки. Но даже углового удалось избежать. Миксес. Уходит время. И уходят два очка. Уплывают они на Евро. Забил после подачи углового. Такой гол, положив корпус. Пирожков, всего доброго. И до новых встреч на матчах серии А. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok